В Гомеле состоялось заседание областного союза нанимателей на повестке дня вопроса охраны труда и противодействия коррупции. Международный стандарт в этой сфере существует уже не первый год, но в Гомельской области он пока не действует ни в одной организации. Речь о разработке и внедрении документации, которая будет способствовать не только предотвращению подобных фактов среди работников, но и создаст невозможным коррупционное преступление со стороны партнеров. Еще одна тема для обсуждения – выполнение предприятиями своих договорных обязательств. В некоторых организациях соответствующие документы составляются юристами с настолько низкой квалификацией, что при возникновении конфликтной ситуации предприятие вынуждено выплачивать значительные штрафные санкции. В Петриковой построят новую грибную базу. Основные средства будут выделены Федерацией профсоюзов Беларуси. Грибная база появится на месте старого опасного здания, которое вскоре снесут. Ожидается, что в новом здании будут предусмотрены необходимые коммуникации, отопление, а также пристройка для складирования лодок. Во время строительства дети будут заниматься на плавучем Эллинге и стадионе Припять. Работы планируют закончить до зимы. В Гомле проработают альтернативу гаражным кооперативам. Соответствующее поручение дал на заседании горсполкома его председатель Петр Кириченко. Сейчас на территории областного центра расположены 158 гаражных кооперативов с почти 37 тысячами мест для хранения транспортных средств. По этому показателю Гомель лидирует среди областных центров страны. Петр Кириченко поставил задачу проработать и другие варианты хранения транспорта, в том числе изучив и мировой опыт в целом. Лице МЧС отпраздновало юбилей 15 лет со дня основания. Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС появился в Гомельской области в 2004 году. Его цель – всесторонняя поддержка детей и возрождение территорий пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Практически каждый третий воспитанник учреждения – сирота или подросток, оставшийся без попечения родителей. А 60% обучающихся – дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. Участники автопробега «Ралли мира-2019» посетили Гомель. За их плечами 8 стран Европы и 1000 километров. Стартовал пробег в княжестве Монако. Маршрут пролегал через Францию, Италию, Сан-Марино, Хорватию, Венгрию, Словакию и Польшу. На площади Восстания в Гомеле прошло участвование путешественников, после чего они отправились в Россию.